По статистике, Керченский территориальный отдел Госкомитета по регистрации и кадастру наряду с Симферопольским, Севастопольским и Ялтинским входит в четверку лучших на полуострове. За три месяца своего существования сотрудники зарегистрировали без малого 2000 заявлений о постановке различных объектов на кадастровый учет. Об этом сообщил глава Госкомрегистра Александр Спиридонов во время рабочей поездки в Керчь. Что еще надо этому ведомству для хорошей работы узнавал Виталий Попач. В Керченском отделении Госкомрегистра настоящий аншлаг. За первых два часа работы сотрудники приняли уже более 40 человек. При том, что до этого за полный рабочий день обрабатывали максимум 80 заявок. По словам руководителя отделения Полины Лютиковой, после выходных такой поток людей – это норма. Характерно только для первой половины дня. Во второй половине дня напряжение значительным образом спадает. Ориентировочно где-то до 12 дня мы принимаем около 50 человек для постановки на кадастровый учет. И где-то 15 сделок совершаем. Во второй половине дня, естественно, люди тоже заявляются, но уже не в таком напряженном моменте. Ну, работаем, в принципе, принимаем достаточное количество людей. Работники к такому потоку готовы. Стараются обслужить всех желающих максимально оперативно. Консультируют порой прямо в коридоре, чтобы ускорить процесс. Люди также относятся с пониманием, несмотря на то, что некоторым приходится проводить в очереди больше часа. В принципе, довольно быстро, без проблем. Вот персонал доброжелательный, все объясняет, доступно и понятно. Очень нравится, что сотрудники, назовем ее конторой, не знаю, как правильно называется, идут навстречу тем, кто стоит в очереди. И так, без толчи, очень конструктивно работают все вместе. Два часа я простоял сначала. А в общем-то девочки организованно подходят, объясняют, как-то расставляют по своим местам. Ну, претензий больших нет. Борьба с очередями – главная задача комитета на данном этапе, рассказывает глава ведомства Александр Спиридонов. Первый шаг в этом направлении – доукомплектация штата. В Керчи, например, вакантны еще три места. Далее – переезд отдела в более подходящее помещение. Ожидание в коридоре неприемлемо. Да, мы какие можем удобства создаем. Но лучше всего, как показывает общероссийская практика, это какие-то широкие холлы, пространные помещения, где без проблем можно получать и консультации, знакомиться самостоятельно с информацией на стендах. Коридорная система, она должна уже изжить себя. В итоге, по замыслу главы ведомства, в каждом крупном городе должны появиться многофункциональные центры, подобные тому, который создан в Симферополе. Однако, этот процесс не быстрый. В Керчи, в частности, такое ведомство может появиться не раньше, чем через год-полтора. В целом же, для полноценного обслуживания людей города-героя без очередей конфликтов и жалоб надо не менее 15 окон приема выдачи документации. До конца года Госкомрегистр откроет в разных районах полуострова порядка 100 таких окон. Виталий Попач, Сергей Евсеев. Время новостей. Керчь.